В Краснодарском крае продолжают свою работу традиционный месячник оборона массовой и военно-патриотическая работа за веру Кубани и Отечества. В Туапсинском районе уже провели больше половины запланированных акций и митингов, а это более двухсот. Одни из них – конкурс щечцов и веселые старцы среди школьников 35-й школы Новомихайловского. О стихосложении и спортивных баталиях в материале нашей съемочной группы. Солдат, не сдашь позиции, не отойдешь назад, чтоб спали дети и цветные снили сны. По расписанию уроки в школе шли. Стихотворение о войне, подвигах и доблести из уст маленьких щечцов. Каждый из ребят не одну неделю заучивал строчку за строчкой. Многие готовились серьезно и основательно. Богдан Башко в голубом берете помимо литературного прочтения еще собирает модели самолетов и прочей военной техники. Этот конкурс для него не просто запланированное педагогами мероприятие. Эти стихи нужны, чтобы развивать наш дух, чтобы мы помнили о наших дедах, солдат, которые пали за нас. У меня тоже был прадед, он воевал. Он пал, когда его подстрелили немцы. Товарищ командир отряда танкистов устроен. Командир отряда Качканян Эдуард. От поэзии к спорту. В школе развиваются нешуточные спортивные баталии. Первоклассники соревнуются в веселых стартах. Здесь главное быть ловким и быстрым. Символично, что оценивают юных спортсменов представители воинской части. Защитники отечества признались, что такой визит к школьникам идет на пользу и самим солдатам. Знаете, это сразу складывается такое впечатление, как будто я вновь вернулся в школу. Это дикий шум, это незабываемая обстановка. И дети показали себя с наиболее активной стороны. Активной не так, как просто они ловкие и сильные, а в целом очень активная. И группа поддержки, и образы. Все у них было довольно-таки замечательно, замечательно и интересно. К этому событию готовились все, в их числе группа поддержки. Девочки в бантах с самодельными пипедастрами и плакатами со словами поддержки болеют за своих героев. Мы идем! Победа! Победа! Скажи, для чего нужно поддерживать мальчика? Ну, чтобы победить. Ну, чтобы наша команда была самой лучшей. И чтобы мы заняли первое место. Чтобы они заняли первое место и чтобы они были сильные. Какой мальчик больше всего понравился сегодня? Дениска. А почему он тебе понравился? Потому что он самый лучший. Эдик. Сука. Мне запомнилось, как мы бегали через туннели. А как ты оцениваешь поддержку девочек? Хорошо. Мне они очень помогли, хоть они только и болели. Сегодня у нас проводится конкурс птицов. Веселые старты для первых и вторых классов. Планируем третий и четвертый. Сегодня наши юноши поехали в район, участвуют в соревнованиях. Ну, да признаю молодежь, там что-то большие маневры, что-то по поводу этому. Готовимся также к районному соревнованию. Бравые ребята! Завтра у нас девочка поедет на районный конкурс песни. А, и вчера были еще на экскурсии в Томце. Ну, много всего уже произошло на самом деле. Поэтому, честно говоря, все ли я перечислила, не знаю. По итогам соревнований ребятам вручают грамоты те, которых они считают своими защитниками и стараются им подражать. Но и солдаты не остаются без внимания. Им школьники дарят подарок бойцу. Цель месячника не только приведет детям чувство патриотизма, но и привлечь их к здоровому образу жизни и культурному развитию. Артем Зитунян, Денис Гилев, Изабелла Ксютищева, телеканал Орленок ТВ. Также в рамках военно-патриотического месячника в Доме авиации и космонавтики Всероссийского детского центра Орленок 13 февраля прошло ежегодное соревнование по полевой стрельбе из винтовки. Участники – активисты Новомихайловского городского поселения от 8 до 16 лет. Каждый получил по 15 пуль, 5 для пробы, 10 – непосредственно для соревнований. Помимо опыта, новых знаний и доли адреналина, парни получили грамоты и медали. Награждение проходило в двух возрастных категориях – малыши и подростки. Победителем первой стал Артем Деркунский, а из ребят постарше – Аркадий Чернышев. Например, ставишь пулю в затвор, задвигаешь его и проводишь до конца. В одном цели – до конца вдыхаешь и стреляешь чуть ниже мишени. Ну, не знаю, у меня все получилось, я попал.